Низами Генджави принадлежит азербайджанскому народу и является представителем Азербайджана. Об этом было сказано на конференции Низами Генджави и Тюркский мир, прошедшей в Казанском федеральном университете. На мероприятии отметили, что гениальный азербайджанский поэт Низами Генджави родился в Гендже в 1141 году и вырос именно в этом городе. Отсюда и происхождение фамилии великого поэта Генджави, то есть из Генджи. О том, что он принадлежит к азербайджанскому народу, является представителем азербайджанского народа. На конференции, организованной Азербайджанской национально-культурной автономией в Татарстане, Народным собранием Татарстана и Федеральным университетом обсуждалось и наследие азербайджанского поэта. На мероприятии выступил председатель Азербайджанской национально-культурной автономии в Татарстане Бахрам Мустафаев. Куда бы ни увезли мои произведения, всегда будет известно, что они из Генджи, напомнил он известное высказывание Низами. Мустафаев также заявил, что курс на популяризацию Низами Генджави как азербайджанского поэта во всем мире все больше приносит свои плоды. И хотя некоторые не хотят этого признавать, но весь мир знает Низами Генджави азербайджанский поэт. Основная цель сегодняшнего мероприятия объяснить, информировать татарский народ в Татарстане о роли Низами Генджави, о происхождении, о бесспорной принадлежности великого поэта азербайджанскому народу, о принадлежности азербайджанскими, где он жил, трудился и покоен сегодня. Профессора Казанского университета Хатиб Миннигулов и Альфия Юсупова, профессор Азербайджанского педагогического университета Махера Гусейнова и другие ученые, говоря о наследии поэта, отметили, что Низами Генджави много раз использовал в своих произведениях тюркские слова и считал себя тюрком. Низами Генджави, я сказал, я в какой-то степени знаю и считал, он величина, мирового масштаба. Он жил в Азербайджане, Генджа, по-моему, никуда не входил, еще у него жена, это тюрчанка, тюрчанка, гопчанка, афак, по-моему, так и так. Он не выезжая жил, значит, остался верным он своей родной земле, своему азербайджанскому народу. На мероприятии также были исполнены отрывки из газели Низами и каждый гость получил брошюру с произведениями великого азербайджанского поэта.